Ну что, друзья, привет! В преддверии Нового года, сегодня у нас 29 декабря, решила я записать видео, выйдет оно, конечно, уже после Нового года, а видео решила записать. Почему? Потому что посмотрите, кто меня осчастливил. Посмотрите, это у нас ринхолелия дигбиана. Какая красавица! Ну, есть у меня в этот раз несколько, двое новеньких и несколько растений, которые уже как бы давно со мной. Но расскажу про нее, потому что, знаете, меня так заинтересовала одна вещь, я не читаю про растения, когда собираюсь их покупать. Ну, от слова совсем не читаю. Я просто смотрю, нравятся мне растения и все, я его беру. И после покупки я как бы тоже не скажу, что я прям там сильно-сильно что-то про них изучаю. Я смотрю, как получается. Базовый уход, который подходит основной части растений. И потом в процессе что-то корректирую. Про нее же я не знала ничего, кроме того, что я без ума от вот этих всяких бахромушечек, всей вот этой красоты нереальной. Ну, бахрома, ну, это просто, ну, я не знаю. Сейчас, секундочку, вот так вот попробую. Посмотрите, какие, я не знаю, даже волосюшечки, ворсюшечки. Ну, очень круто. Очень люблю я вот эти вот бахромушки у орхидеи. У меня есть вот с этой бахромой интересный очень дендробиум росли, дендробиум хорвианум. И, конечно, ну, как же я бы прошла мимо нее. Тем более была растень подросткового размера и по вполне себе приемлемой цене. Взяла из частной коллекции и, ну, посадила, смотрю, и она, в принципе, такая достаточно отзывчивая. Ну, хорошо вроде как пошла в рост. Корневая пошла. Там были при покупке еще такие пятнышки немножко как грибковые, но в процессе роста, я смотрю, вот на тех, на старых туберах эти грибковые пятнышки остались. Я же все равно периодически обрабатываю от грибка, там, и от прочего. То есть дальше их уже, ну, там, они появлялись сначала, но потом все реже, реже, и смотрю, их почти не осталось. Так дело в чем? Мне стало так интересно, я уже после, вот самое смешное, что я всегда начинаю искать литературу, всякую там либо информацию, либо у блогеров смотреть. Уже после того, как мое растение зацветает, и для меня было так странно слышать, что многие ее покупали несколько раз, что растение капризное, и что она очень плохо растет, и что там вот ей какие-то условия нужны, потому что у меня она как-то прям пошла с первого раза, вот купила подростка, и она начала расти, ну, и расти вполне себе нормальная, и вроде с корневой все хорошо. Вот это меня удивило, конечно, потому что там много такой информации, что вот люди ее покупают, она погибает, ее покупают снова, и там вот с третьего растения у кого-то она зацветает, допустим, со второго, с третьего. Хотя я тут не скажу, что я прям такие уж природные в этом условии воссоздаю. Вот, поэтому вот прям очень хотелось показать, что не такая уж она и сложная, все надо пробовать, и все, видимо, как бы путем именно своих проб. Вот так вот получилось здорово, она зацвела у меня, вот так вот сбоку выглядит губа, она еще заворачивается туда, дальше вот прям, и вся она такая ворсистая, но тут дело в чем, я ее еще положила лежа, можно видеть, да, цветок у меня вырос перевернутым, и если бы я просто поставила здесь, то ничего бы особо вы тут не поняли, торчало бы все кверх ногами, поэтому пришлось ее положить. Ну, про уход я сразу что оговорюсь, может быть, сработало то, что я поставила ее сразу же близко к стеклу. На листве у нее есть вот такой вот белесый налет, он шероховатый на ощупь, и вот он предохраняет как раз-таки растения от перегрева, от слишком сильного солнца, и вот я ее просто интуитивно поставила на кошка прямо рядом со стеклом, и, видимо, это тоже, наверное, сыграло свою роль, потому что там, во-первых, она получала, наверное, достаточно света, а во-вторых, она получала хороший перепад температур, потому что у нас зимой на подоконниках достаточно прохладно, летом хорошо, и, ну, тоже есть, наверное, какой-то перепад. И, к моему удивлению, честно, я ее в этом году поделила, я даже никаким образом не ожидала, что эта красота решит зацвести. И тут сюрприз, смотрю, растет чехол, да такой мощный, такой здоровенный. Ну, конечно, мое любопытство взяло верх, я его подрезала, хотя вот каждый раз пытаюсь этого не делать, но все равно вскрываю чехол, потому что хочется посмотреть, что там внутри. Вставлю фото бутона, бутон тоже такой интересной, необычной формы. Ну, красотка, красотка. Ну, и само растение, я сейчас, наверное, стану так, покажу, потому что вот она лежит у меня здесь. Ну, вот, можно видеть, такая вот она у меня уже немаленькая. Вот оставшиеся немножечко грибковые пятна, но остальные листочки у нее прям абсолютно чистенькие, аккуратненькие, ничего там нету на них, никакого грибка. Вот такая вот прелесть, как выяснилось, достаточно-таки простая в зацветании, если она даже после деления. Я вот, на самом деле, вот этой вот весной я ее разрезала в горшке, потому что я смотрю, расти ей совсем уже стало некуда, а у меня таких гигантских горшков, к сожалению, нет. Ну, и решила я, что можно чекануть ее. Разрезала, рассадила потом. Прекрасно обе части котлеи пошли дальше в рост. И даже вот моя вот эта делена, моя часть этой котлейки зацвела. Отдельно хочется сказать про ее аромат. Многие его описывали. Хочется поделиться, на что мне она показалась похожа. Такой зев зеленый у нее внутри. Как по мне, аромат, вот тоже, да, вечером начинал. Когда он начинался вечером, я так почувствовала, что это лимон какой-то, вот лимон, цитрус, вот что-то такое. Чем дальше, тем больше к нему всего примешивалось. Потом мне показалось, что это вот как именно цитрусовый запах, смешанный с какой-то очень дорогой, хорошей пудрой. Вот прям пудровый. Он, ну, ни с чем такое не спутаешь. И как так, как я поливаюсь допоздна, вот такая она здоровяшка, кстати, да, чтобы размер было видно. 15 сантиметров у нее, у моей растения, но они, видите, еще закручиваются. Тут, может, побольше будет, наверное, может, на сантиметр больше, если расправить. Вот, но что интересно, я ночью, когда уже, ну, бывает, что я допоздна поливаю растения, и ночью я почувствовала, что еще примешалось к этому аромату, вот что-то очень похожее, какая-то нотка. Не скажу, что прям пахнет кошерелью, но мне почему-то вот показалось, что какая-то, вот что-то простреливает в запахе именно от аромата кошерель Amor Amor Electric Kiss. Вот, ну, что-то такое мне почему-то почудилось. Так что, друзья, что могу сказать? Очень красивая, очень такая изящная, вот эти вот, что изгибы сами, что сами вот эти ворсинки, они такие прям тонкие, красивые. Стоит попробовать на самом-то деле. Видите, получается, что, в принципе, если у меня зацвела без особых мытарств, значит, может запросто зацвести у любого, наверное. Ну, так, с ней все. Ну, я прям, правда, от нее даже камеру вот не хочется отводить. А, да, и смотрите, 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 вот эта штучка, ну, вот сама губа ее, она как вуаль, прям такая тонкая, или как тонкий-тонкий лед. Она прям вот такое чувство, что дотронешься, и она прям рассыпется в дребезги. Прозрачная прям, вот смотрите, видно тут, наверное, я думаю, будет. Ну, шикарная красотка. Очень я довольна такими результатами. И, в принципе, ну, не скажу, что я ее очень долго выращивала. Дальше у меня еще кое-кто новенький. Зацвел у меня вот такой товарищ. Сейчас покажу бирку. Там название такое. Вот что такое Аскерс, или как, или что. Его не переводит, кстати, переводчик. Может быть, это как имя какое-то. И Свит, ну, якобы сладкий. Аскерс, или как, или Акерс, Акерс, не знаю. Вот. Покупала я этот фаленопсис, кстати, в том году, по-моему. Вот. Покупала я его как бабочку. Что-то мне очень понравилась форма бабочки, и вот решила, думаю, прикуплю еще вот такую. Вставлю фото, как, по идее, должен был он цвести. Но там сразу я у продавца спросила, точно бабочка продает. Сказала, может быть, как стандарт, так и бабочка. Ну, конечно, я очень-очень надеялась на бабочку. У знакомой недавно распустилась бабочка, и это, конечно, шикарно. Ну, сказать, что я огорчена, я тоже здесь не могу. Мне нравится, хоть и стандартная форма, но зато посмотрите, какой цветок. Он прям очень немаленький. Ну, достаточно-таки крупный. Цветы здоровенные на лепесточках тоже присутствуют, но, кстати, не так, как вот показано было на фото в заказе. Мне вот эти вот штучки нравятся, как снежиночки или что это. Ну, меньше их, конечно, чем на заявленном фото. И не бабочка мы, но крапушки люблю, поэтому и он меня вполне себе устраивает. Губа у него так интересно окрашена. Я разное видела, но здесь такое прям сочетание. Какое-то и коричневый, и желтый, и вроде красноватое что-то есть. Усатик пойдет. Пойдет, наверное. Неплохой фаленопсис. Тут у нас продолжает цвести гибридик в Skyline. Три цветочка. Пахнет он у меня весь день и даже вечером. Очень ароматный. Здесь у меня еще вот такая красота, но красота очень слабого цветения в этот раз. По той причине, что это была детка. У меня было взрослое растение. Оно, к сожалению, приказало долго жить. И вот выросла деточка. Но и с деткой все было не так уж и просто. Выросла эта детка. Все вроде ничего. И листиков у нее уже четыре было. И тут я смотрю, что у нее основание стволика тоже опять желтеет. Желтеет. Я сняла один лист. Под ним еще желтизна. И какая-то гниль, не гниль. Ну, короче говоря, сняла все, что можно было. И осталось там, посмотрите, там вот такая прям... Он очень тонюсенький, малюсенький. Вот этот вот. Вот такая малявка. Ну, я думаю, выжил и то хорошо. Ну, он мне еще и решил зацвести. Я вообще его впервые увидела под названием Карина Лоха. И прям уж очень он мне нравился. Это еще давным-давно, лет, наверное, 10 назад. Очень я хотела себе его приобрести. Вот он нашелся у меня. Купила я его. И потом мне стали все говорить, что это чармер. Поэтому, кому как больше нравится, я думаю, про вот эту сортовую принадлежность вообще спорить не стоит. Так как, допустим, европейские фермы могут называть по-своему схожие гибриды, которые фактически отличить друг от друга очень сложно. Азиатские по-своему, да и в целом даже европейские фермы, я думаю, теплицы, думаю, что могут названия давать свои. Вот так вот. Поэтому по поводу чармер этой или Карина Лоха, меня просто столько раз про это пытались поправлять, что я уже устала бороться. Пишу, хотите, говорите так, хотите так. Просто мне как-то ближе первичное то, с чем я его увидела, первое название. Так мне он и запомнился. А так, ну и чармер, вот так, вот такой. Ну он нарядненький, красивый такой. И свел бы, конечно, если бы попышнее, было бы здорово. Но теперь пока у нас задача, задача хотя бы его восстановить вот из этого не очень хорошего состояния, потому что слабая, очень слабая растень. Буду надеяться, что не повторятся гнили, обработаю, наверное, можно и фитоспорином на всякий случай. И, наверное, еще можно чем-то из фунгицидов обработать. Вот, вот так вот. Буся, что пришла? Уходи, уходи, морковка. Сейчас все порушит мне здесь. Ага, дальше еще вот такое дело у меня. Катасетум Пилатиум Ора Верди выдал вот такое вот скомканное цветение всего тремя цветами. А виноват кто? Виновата я сама. Я его плохо поделила. И что-то ему прям очень не понравилось. Вот можно видеть, да, какие у него были туберы. Сейчас они, конечно, ну, бульбы у него были вот такие нормальные, красивые. И то, что выросла в этом году. Очень мелкая бульба. И, видимо, посадила как-то не так. Или отделила слишком много. Хотя я бы не сказала, что слишком много. Потому что бывает, что оставляю вообще три бульбы и все. Здесь было больше. Я потом еще срезала. Ну, я и не думала даже, что зацветет он вот с такой вот бульбы. Все у меня тут в моих кошках в шерсти. Да, еще и, видите, как преломился цветонос. Он там прям просто зигзагом согнут. Вот. Да и ко всему еще дочь подморозила мне его. Прям вот этот бутон ближе всего был к открытому окну. И он вот, видите, даже расправиться нормально не смог. Вот эти два вроде неплохие. А этот вот такой. Так что тут много факторов. Ну, удивлюсь, что вообще зацвел. Потому что бульбочка такая ни о чемошная. Теперь будем наращивать по новой бульбы. И будем ждать нового цветения. Так же у меня тут еще цветет. Уже распустил второй цветочек. Мето. Его я в прошлом видео показывала. Бирочку. Как зовут? Ну, глянцевый. Ну, прям очень классно глянцевый. Но цветочки не супер крупные. Ну, чтобы понимать. Вот они. Малявки. Ну, очень объемные такие. И очень сильный глянец. И они такие прям пластик-пластик. Так же цветет моя красотка-сказка. В этот раз всего на двух цветоносах. Ну, все равно красиво. В этот раз зато цветочки смотрят в одну сторону. Чем я вполне довольна. Буся. Вот сейчас что-нибудь будет. Уходи, Бусяша. Цветет. Он зацвел наконец-то. Хотя бы первый пошел. Раньше всегда цвели мои фласочные ринки в одно и то же время. Это вот, да, мой фласочник. Из бутылочки я его прям выращивала. Красавчика. Про них у меня есть отдельное видео. Цвели раньше они все у меня в одно время. А потом почему-то стали цвести все по отдельности. Вот в этот раз вот этот красавицу спустился первым. Ну, что про него сказать. Мало того, что это шикарная гроздь цветов. Просто шикарная. Конечно, да, бывают у них цветоносы и длиннее. У меня бывало на разных ринхостилисах, что где-то даже и бывало по два. И такие прям косы-косы. Но он у меня тоже пересажен был недавно. Поэтому я от него там каких-то суперрезультатов не жду. Достаточно неплохое цветение. Но аромат, когда они начинают цвести, это, конечно, вся квартира тонет. Вот в этот раз они на пару дигбиана. Очень ароматная ночью. А вот эти вот красотуны с самого раннего утра и до вечера просто пахнут немыслимо. Те, кто знают, какой у них аромат, конечно, понимают, о чем я говорю. Это вот как стихнадес винделайт. Он просто заполняет все пространство вокруг. Если их цветет двое, трое, четверо, то он приятный. Он не такой жесткий, как у винделайт. Но его прям так много, так много. И пахнет он... Вот, кстати, дигбиана пахнет. Она прям пахнет не то, что даже на комнату. Она пахнет, наверное, на всю квартиру по чуть-чуть. Вот разносится аромат по всей квартире. И также вот эти товарищи, когда они цветут, особенно группой, ароматище стоит неимоверный просто. Ну, я люблю приятные запахи. Главное, чтобы не какой-нибудь, как вот говорят, бульбофилумы пахнут неприятно. Если запах нормальный, я к ним спокойно отношусь. Пусть их даже много. Вот такие вот цветы, пятнушки. Есть у меня в этом году еще у двух ринхов цветоносы. Позже, когда они будут уже в полном распуске или уже хоть немножко распустятся, покажу и их. Ну, ринхи, конечно, да. Это мои, мало того, что фласочные малыши, так это еще и просто вот, ну, любовь. Они мне нравятся, красивые. У меня сейчас четыре цветущих. Те, кто уже цвели, вот вместе с этим. И есть еще один. Также мне фласочную растень подарили. Малявочку. И вот он еще пока растет. Так что мы еще узнаем, какой он будет. Надеюсь, не будет дублем. Кто у меня еще? А еще, как я и говорила, как я и предполагала, зацвел у меня Нобили. Но все цветочки у него спрятаны за листиками. Вот не видать ничего. Он, видать, тянулся к свету. И вот все цветы у него к лампе тянулись и спрятались ровно в ту сторону, где лампа. Цветов в этот раз уже, да, достаточно много. Как бы никак осенью я показывала, что они что-то мне выдали по одному, по два цветочка. Цветочки, конечно, очень красивые, нежные. И интересно, что вот эта вот сиреневая каемочка, сиреневая или розовая, ну, скорее сиреневая, в первых цветениях у меня ее фактически, ну, не было. Они были практически белые цветы. И вот только со временем она стала появляться. А в этот раз ее что-то прям уж даже много стало. Так вот интересно он у меня из года в год меняет свою окраску. Ну, Нобили, конечно, очень тоже симпатичные. Особенно, когда цветут большими букетами. Но мой оказался в этот раз очень стеснительным. Все поспрятал. Все цветочки, мало того, что в разные стороны, так еще и поспрятались везде под листиками. Ну, хоть так. А то я думала, что они меня вообще в этом году прокатили. Но он тоже имеет небольшой аромат. Прям очень-очень еле уловимый. Вот так вот. Так, и что еще? Ну, и продолжает свести вот этот фаленопсис. Я его в прошлом видео показывала и говорила, что он доращивать очень любит. И вот, да, видите? Еще растут бутончики у него. Так что это такое долгое цветение у него будет. Те, которые цветочки уже на увядании были, они уже увяли. И вот теперь он весь чистый, свежий. Как будто так и было. Ну что ж. Показала я свою компанию предновогоднюю. Всем в новом году желаю мира, счастья, добра. И побольше ярких, пышных, красивых, нарядных цветений. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok